Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePad. Сегодня у нас с вами урок по Python. На прошлом уроке мы с вами установили Python и сделали маленькую программку сложения двух чисел. Теперь на этом уроке я вам поподробнее расскажу, как изучать Python, что надо изучать. И мы с вами сделаем классный пример для того, чтобы вы побольше разобрались с теми командами, которые мы с вами прошли на прошлом уроке. Итак, давайте переключимся на рабочий стол. Переключаемся. Первое, с чего мы должны с вами начать, это, конечно, создать папку, в которой мы будем хранить наш проект. Поэтому давайте на рабочем столе нажмем правой кнопкой и выберем пункт «Создать папку». В этой папке мы будем хранить все наши файлики к Python. Давайте мы ее с вами назовем P3. Enter. Теперь давайте зайдем в эту папку. Так как она у нас выбрана и подсвечена квадратом, мы нажимаем просто Enter, и она открывается. Теперь в этой папке мы с вами должны создать файлик для Python. Тот файлик, в котором будет храниться наша программа. Нажимаем правой кнопкой, берем пункт «Создать». Берем пункт «Текстовый документ». Вот этот вот. Нажимаем. Смотрите, у нас с вами создался текстовый документ. И здесь выделено его название, которое мы можем сразу поменять. Давайте мы сразу нажмем на квадратуре «My1». Заменим наше название на «My1». А расширение «Точка Текст» заменим на «Пы». «Пы» — это расширение, которое позволяет компьютеру понять, что ваш файлик относится именно к Python. Нажимаем Enter. Да. Если вы не видите расширения, то напоминаю, для того, чтобы вы его увидели, нажмите закладку «Вид» и поставьте галочку «Расширение имен файлов». Вот смотрите, если я ее уберу, то у меня расширение здесь исчезло. Если я опять ее снова поставлю, закладка «Вид» и галочка «Расширение имен файлов», то смотрите, я сразу увидел это расширение. И я его тогда могу поменять. Если когда вы написали расширение, у вас не появился вот этот значок с иконкой Python, то проверьте, установлен он у вас Python, или вы все-таки не нажали вот эту галочку «Расширение имен файлов». Итак, теперь для того, чтобы нам с вами продолжить писать код, нужно открыть этот файл в редакторе для Python. Нажимаем на файле правой кнопкой, берем пункт «Edit with idle» и выбираем пункт «Edit with idle». Ну, в данном случае у меня 3.8. Нажимаю. Смотрите, открылся редактор для Python. Вот он. В этом редакторе мы можем уже с вами писать нашу программу. Итак, наша первая программа была про то, как мы сложили с вами несколько чисел. Для того, чтобы в Python выводить информацию на экран, используется команда «print». Давайте ее напишем «print». В скобочках она принимает значение, что выводить на экран. То есть, если мы с вами хотим вывести какой-то текст, то текст оформляется двумя кавычками. И внутри мы пишем какой-нибудь текст. «Привет, это я». Вот так вот. То есть, вот эта команда «print» теперь выведет на экран то, что находится в этих двух кавычках. Смотрите. «Run», «RunModel». «Окей». У нас с вами на экран вывелось «Привет, это я». То есть, команда «print» помогает вам выводить все, что вы хотите на экран. Это может быть и текст, а может быть и цифры. Смотрите. Мы можем опять написать команду «print». И в скобочках передать значение через запятую. Например, 10, 20, 55, 4, 2. И снова взять «run», «runModel». «Окей». У нас с вами запускается Shell. Python Shell – это та оболочка, та часть, которая выполняет вашу программу. То есть, вот эта программа передалась в Python Shell. Вот он, Python 3.8.1. И именно здесь произошло выполнение этой программы. Опять у нас с вами написалось «Привет, это я». И вывелись вот эти цифры. Конечно, так мы использовали с вами запятую, то мы можем с вами опять написать эту команду «print». В кавычках, смотрите. Вывести что-то на экран. «run», снова «привет». И через запятую можем вывести какие-то цифры. Например, 55, 77, 33. И теперь, когда мы снова запустим эту программу «runModel», «ok», то мы с вами увидим на экране уже вот это. Смотрите. «Привет, это я». Просто цифры. И снова «привет». И эти три цифры. То есть, команда «print» помогает вам вывести значения из вашей программы на экран. Хорошо. Также на прошлом уроке мы с вами прошли переменные. Но мы прошли их очень быстро. Например, вот так вот. Переменная «a» присвоим значение, например, 10. Теперь давайте я вам поподробнее расскажу, что такое переменная. Переменная. Если сказать по-простому, это какое-то название или какие-то буквы, в которые вы можете что-то записать. Это может быть текст. Это могут быть цифры. Это могут быть даже сложные какие-то структуры, которые вы потом изучите. И потом вы, используя это название, эти буквы, можете оттуда считать это значение. Смотрите. Мы с вами создали переменную. Переменная создается присваиванием ей какого-нибудь значения. С помощью знака «равняется». То есть, мы с вами только что создали переменную «a», в которую записали 10. И, конечно, используя команду «print», смотрите. Пишем «print». И в скобочках «a» сразу хочу сказать, что переменные создаются на английском языке. «print-a». Давайте запустим «run», «run module». Окей. Так. Смотрите на следующий вывод. «Привет, это я», «цифры», «снова привет». И циферка 10 выявилась у нас с вами на экран. Имена для переменных лучше выбирать такие, которые вы можете как бы прочитать и понять, для чего они вам нужны. Например, если вы делаете какую-нибудь маленькую программку про золотые монеты, то переменную для монет так и называете. Например, монеты. Пишите на английском языке английскими буквами, так как они слышатся на русском языке. То есть, монеты. Конечно, вы могли написать на английском «coins», но не все знают английский язык, поэтому не каждый сможет нормально прочитать вашу программу. Но если вы пишете вот так вот, то легко любой поймет. Монеты. Предположим, вы нашли 100 монет. Так и запишем. Монеты присвоят значение 100. И выведем это на экран. «print» в кавычках «я» нашел». Как же нам теперь вывести 100 монет? Давайте напишем «монет». Вот сюда между «нашел» и «монет» нам нужно вставить с вами эту переменную. Как же ее сюда вставить? Смотрите. Вставим здесь два пробева. Слева один и справа один. А посередине пишем «процент с» на английском. «процент с». «процент с» означает «подстановка». И потом здесь указываете процент. Два пробева слева и справа по одному пробеву. И пишите эту переменную. «монеты». Смотрите. Мы с вами написали такую команду. «print» в кавычках выведется вот этот текст. Но вместо «процент с» подставится вот эта переменная, которую вы создали. И если вы поменяете эту переменную, например, на 150, то выведется «я нашел 150 монет». Давайте проверим. «run», «runmodule». Окей. Так. Смотрите. «Python Shell» запустился. И у нас с вами на экран вывелось «я нашел 150 монет». В чем удобство переменных? Удобство переменных в том, что вы можете их менять на ходу. Как это выглядит? Смотрите. Вместо 150 вы можете поставить 550. И снова запустить вашу программу. «run», «runmodule». Окей. Причем вы больше в программе ничего не меняли. А ваш вывод на экране поменялся. «Я нашел 550 монет». Очень классно. Теперь смотрите дальше. Переменные, конечно, используются для того, чтобы вы могли, например, их еще и складывать. Или вычитать. Или умножать. Или делить. И получать какие-то расчеты. Как в математике. То есть, предположим, что вы, пока шли до дома, поняли, что вы неправильно посчитали монеты. Либо часть монет вам пришлось отдать, для того, чтобы вы могли купить для них сундук. Поэтому, давайте напишем новую переменную. То есть, мы даже ее создадим, можно сказать правильно. Которую назовем «монеты подчеркивания». В переменных можно использовать знак подчеркивания. На подчеркивание «сундук» равняется. И давайте предположим, что сундук был дорогой. И он стоил 200 монет. «Монеты на сундук» равняется 200. Только что мы с вами создали переменную. «Монеты на сундук» равняется 200. И теперь мы с вами можем вывести на экран. «Принт» в скобочках. В кавычках. Я потратил на сундук столько-то. Процент с, да, пишем? Пробел монет. Запятаем. И пишем эту переменную. Так, давайте я вот так расширю экран. Здесь это сделаем повыше. Вот эту переменную можно правой кнопкой скопировать. И вот сюда через запятую вставить. Но если мы будем использовать запятую, то тогда вот эта переменная выведется после вот этого текста. Смотрите. Run. RunModule. Окей. Смотрите. Я потратил на сундук. Так, давайте сдвинем. Я потратил на сундук процент S монет 200. Почему? Потому что здесь вместо запятой надо использовать знак процента. Тогда эта переменная вставится вот в это место. Поэтому если вы здесь поставите знак процента, а не запятую, то тогда вот эта переменная подставится сюда. Если мы переоткроем наш Shell. Run. RunModule. То мы увидим, что в данном случае уже подставилась именно вот эта переменная. И получилось красиво. Я потратил на сундук 200 монет. Хорошо. Теперь смотрите. Вы можете эти переменные использовать в вычислениях. То есть, например, пишем осталось. На английском, конечно же. Равняется монеты. Копируем. Вставляем. Минус монеты на сундук. Минус монеты на сундук. Все как в математике. И также пишем команду. Print. В кавычках. Всего. Осталось. Процент S. Ну, постановочку, да? Монет. И через процент мы с вами укажем. Вот эту новую переменную осталось. Вот так вот. Так, давайте сдвинем. Потому что все не умещается. То есть, переменную осталось. Вы записали новые значения. Задали ей новые значения. А именно разность двух переменных. Монеты и монеты на сундук. И печатайте на экран, что всего осталось. Процент S монет. Вместо процента S. У вас происходит подстановка вот этой переменной. Хорошо. С переменными мы с вами разобрались. Они вам помогают производить расчеты и записывать в них какие-то значения. Теперь давайте мы с вами рассмотрим ту команду, которая позволяет считывать значения от пользователя. Смотрите. Здесь мы с вами вводили это руками. Но в эту переменную мы могли с вами записать с экрана, например, видите количество монет. А потом записать это число, которое мы ввели в эту переменную. Смотрите, как это делается в Python. Для этого используется команда input. То есть в монеты. Давайте мы с вами запишем команду input и две скобочки. Именно эта команда позволяет вам считать от пользователя что-то с экрана. Но когда пользователь что-то вводит, для того чтобы программа работала как бы изначально без особых ошибок, это считается текстом. Поэтому этот текст, который вы ввели, он находится вот в этой команде и передается в эту переменную монеты. Вы должны с помощью другой функции, вы потом разберете, что такое функция int, превратить в число. Int означает целочисленное. То есть обычное простое число без всяких дробей. Просто 10, просто 20, 30, 12. Без разницы. Главное, что там нет запятой. И именно эта функция превращает введенные данные пользователям в число, которое потом вы можете записать в эту переменную. И вывести вот здесь везде на экран. И произвести с ней, с этой переменной, какие-то расчеты. Хорошо. Перед тем, как мы должны ввести от пользователя число, мы должны вывести ему на экран. Конечно же, введите, сколько монет вы найдете. Давайте так напишем. Print в скобочках, в кавычках. Введите, сколько монет вы найдете. Двоеточие. Смотрите. На экран с помощью этой команды выведите, сколько монет вы найдете. И будет мигать курсорик. Ожидать ввода от пользователя. С помощью команды input. То, что пользователь введет, попадет в функцию int, которая превратит текст в число. Это очень важно. И потом это число запишется в переменную монеты. И пойдет выполнение вот этих всех команд. Давайте мы с вами снова запустим нашу программу. Давайте Python Shell переоткрывать не будем. А просто нажмем Run, Run Module. Окей. Смотрите. Привет, это я. Вот эти цифры. Введите, сколько монет вы найдете. И наш курсор здесь мигает. Давайте мы с вами найдем тысячу монет. Нажмем Enter. Смотрите, я нашел тысячу монет. Я потратил на сундук 200 монет. Всего осталось 800 монет. То есть переменные пересчитали свое значение по-новому. Благодаря тому, что вы использовали команду input для ввода данных от пользователя. То есть, в принципе, изучение Python очень простое. Вы изучаете команды, делаете с помощью них небольшие программы. И постепенно двигаетесь вперед. Вы увидите, что все команды, в принципе, простые. И получается, что благодаря им вы можете формировать любую программу. Она может быть простой, а может быть сложной. Все зависит от того, как вы ее придумаете. Поэтому присоединяйтесь к изучению Python. Начинайте изучать прямо сейчас. И у вас все получится. Спасибо за внимание. Увидимся на следующем уроке.